Псковская область, Пушкинские места. Озерный край с красивой природой. Самые яркие воспоминания о детстве у Ольги Владимировны связаны с малой родиной. Именно там зародилась ее любовь к растениям. Любовь к цветам у меня пошла с детства. У меня отец и мать, мама все время высаживала комнатные цветы. Отец любил, чтобы у него под окном росли цветы. Ухаживали и мама, и мы дети. У нас четверо детей было в семье. И вот с этого началось. Большие теплицы с огурцами и помидорами. После 45 лет дача стала новым увлечением. А на подоконниках в квартире появился настоящий цветник. В последнее время стала замечать в окнах домов необычное фиолетовое свечение. Опросила знакомых. Так впервые и узнала о фитолампах. Посоветовалась с дочерью-физиком. Решила попробовать. В этом году купили эту лампу. И как видите, у меня практически все пошли уже по бегле. Я надеюсь, что летом мне эти фиалочки порадуют цветами. Луковичные, вечно зеленые, крупные декоративные растения. Чего только нет на подоконнике Ольги Владимировны. Новым увлечением стало разведение фиалок. Цветы достаточно капризные, нуждаются в свете. Поэтому фитолампа стала настоящим спасением. В прошлом году ростки погибли из-за недостатка солнечного света. Вот они меленькие цветочки, то есть им хватает света. А вот этот вот пошел в рост. То есть им не хватает, он тянется, ищет, где схватить свет. Вот горшок тоже самое. Вы видите, листочки высоко поднялись, они солнышко и ищут. Цвет вручает. Но они вот из-за того, что было холодно, отсюда я цветы убирала, поэтому они вот вроде бы немного простояли в другой комнате и уже вытянулись. А здесь у нас начинается наука. Фитолампа – это прибор, который активизирует процесс фотосинтеза. Иными словами, дает свет и тепло. То, что нужно растениям. Они бывают разные. Большей и меньшей мощности. Ультрафиолетовые и инфракрасные. Первые приближены к солнечному свету в летний полдень. Вторые – к закату солнца. В это время растения хорошо выделяют пыльцу, говорят селекционеры. Большая часть ламп, которые в производстве, и вот мы используем в своей работе, которые дают инфракрасное излучение. Есть лампы и с ультрафиолетовым излучением. Да, они может быть и более производительные, то есть растения быстрее развиваются. Но мы предпочитаем все-таки такой равномерный – это лампы с инфракрасным излучением. Вреда от использования ультрафиолетовых ламп нет. А вот тем, кто остановит свой выбор на инфракрасных, стоит узнать о технике безопасности. Нужно измерять интенсивность излучения в помещении, где они стоят. Лучше заходить в головном уборе и долго там не находиться. Это вредно для глаз. Зато растения действительно растут быстрее, подтверждают селекционеры. Например, на капусте действительно использование вот этих фитоламп помогает нам сократить практически в два раза длинный селекционный процесс. Почему? Потому что использование ламп стимулирует растения именно для роста в зимний период. Способов вырастить в домашних условиях – цветы или рассаду – много. Каким из них воспользоваться, каждый решает сам. Главное – делать это с любовью. Карина Яряшева, Станислав Трифонов, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинсова».